Февральский номер уральского следопыта, статья «Повелитель птиц», автор Шамсудинова Аусу Манесламова, заместитель директора по экологическому просвещению Государственного заповедника Малой Сосево. Кондо-Сосинский боброво-соболинный заповедник получил официальный статус в 1929 году. На территории заповедника, помимо многочисленных бобров, всегда находилось большое количество видов промысловых птиц. Для работы с орнитой фауной в 1931 году в штат заповедника был зачислен научным сотрудником будущий известный орнитолог Торунин Михаил Петрович, приехавший вместе с женой Ольгой, которая стала работать лаборантом биостанции, размещавшейся в Шухтунгорте практически совместно с конторой заповедника. Больше всего на свете Торунина увлекало непосредственное живое общение с природой. В первый же год работы Торунин приступил к инвентаризации орнитофауны заповедника, уделяя особое внимание изучению промысловых видов птиц. Его орнитологическая коллекция быстро увеличилась до 138 экземпляров. Постоянным спутником Торунина в лесу была его жена Ольга Андреевна. О великом множестве разнообразных явлений природы можно узнать из календаря отобольской природы, составленного им еще в 1929 году. За систематическое фенологическое наблюдение на Всесоюзном съезде фенологов Торунин был награжден премией. Результатом же наблюдения и сборов явились две его крупные работы. Промысловые и другие птицы бассейна реки Малой Сосьвы и вторая – городковый промысел уток на 40 бассейна реки Малой Сосьвы. О его орнитологических находках говорится в сводных отчетах и книгах по фауне заповедника. По итогам наблюдений Михаила Петровича Торунина был также составлен первый фаунистический список птиц заповедника в соавторстве со скалом в 1939 год. Позднее Михаил Петрович все же обобщил собранные материалы и в ежегоднике Тюменского краеведческого музея напечатал обзорную статью «Птицы реки Малой Сосьвы», в которой привел список из 141 вида птиц, в том числе 102 гнездящихся в 1959 год. Это одна из лучших его фаунистических работ, содержащая богатый материал по экологии птиц и являющаяся одной из наиболее цитируемых в сводках по орнитофауне Западной Сибири. Торунин Михаил Петрович оставил большое наследие для экспозиции Тобольского государственного музея, работая старшим научным сотрудником. Будучи хорошим препаратором, таксидермистом, он изготовил для экспозиции чучело и биогруппы, представил большой материал по фории и фауне. Им были собраны большие коллекции насекомых, земноводных, присмыкающихся и млекопитающих. Он также способствовал пополнению архивных фондов заповедника «Малая Сосьва». Автором многих фотографий является сам Михаил Петрович. Эти фотографии сохранились в музее-заповеднике. После выхода на пенсию Михаил Петрович Торунин продолжал сотрудничать с музеем в качестве научного консультанта, таксидермиста и руководителя кружка ЮНАТОВ. Он напечатал кровеческие заметки в местных газетах, выступал перед местным населением с лекциями. Один из учеников Торунина, Павел Александрович Пантелеев, директор Тобольского музея, известный ученый, доктор биологических наук, вошел в символическую десятку лучших зоологов мира.